Сочинение из семи абзацев, первые буквы которых складываются в слово «Росатом». Так построил свою работу для Всероссийского конкурса «Слава Созидателям» ученик лицея номер 230 Матвей Ушаков. Он сразу решил, что посвятит свое сочинение кому-то из сотрудников градообразующего предприятия. У меня бабушка с дедушкой работали на заводе, сейчас папа работает на заводе. И мне как-то интересно общаться с теми людьми, которые работают на заводе. Я много раз ходил на экскурсии. Героиней сочинения Матвея Ушакова стала Валентина Ресенчук. Она пришла работать на Пензенский приборостроительный завод в 1961 году. О секретном оборонном предприятии ходило немало слухов. И молодой монтажнице оно казалось каким-то таинственным местом. Вот когда я пришла первый раз на завод, сама все так думаю, где же он там, наверное, где-то глубоко, там где-то. Нет. Обыкновенные участки, монтажники, паяльник, наша была работа. Монтажники радиоаппаратуры выполняли важный гособоронзаказ. Четкий план, жесткие сроки, строжайшие требования к качеству. В таких условиях работала Валентина Ивановна. Все изделия проходили доскональнейшую проверку и контроль. Конструктор, например, принимает авторский надзор, он делает. Вот мой прибор, она, значит, его берет там и просматривает от и до. Долго, волнение такое, мастер, ну что там, все нормально, все, не волнуйся, не волнуйся. Потом уже все, да, прошел, но сейчас подзывает. Подойдите, пожалуйста, сюда. Подхожу, ученый. А вот почему вы вот так вот сделали, почему вы вот провода вот сюда звели, а почему вы это не туда? Я говорю, ну я не знаю, мне казалось, что вот так вот хорошо, здесь аккуратно. Она мне говорит, молодец, правильно, замечаний нет. Валентина Ивановна всегда пыталась придумать, как сделать аккуратнее, точнее и лучше. Она внесла 11 раз предложений, которые позволили стандартизировать производство. Однако заводчане не только ударно трудились и выполняли план, также дружно они проводили свободное время. Художественная самодеятельность, спортивная жизнь, тоже соревновались с участками, и с цехом там соревновали, волейбол, там баскетбол, футбол. Мы всех, у меня там два футболиста было на участке, их отпускали, там тренироваться, сами ходили в волейбол, я была капитаном своей команды. Теперь биография Валентины Ресенчук на страницах летописи атомной отрасли. Конкурс «Слава Созидателям» помогает собрать и сохранить истории о людях, стоявших у истоков создания атомной промышленности в нашей стране. Матвей Ушаков в своем сочинении постарался отразить самые яркие моменты трудового пути Валентины Ивановны. Это была серьезная и кропотливая работа, рассказывает школьник. Я записывал интервью на диктофон, и мне пришлось как-то расшифровывать примерно час разговоров, все это в текст оформлять. Ну, сочинением я на сочинение дня три примерно, если в сумме. В 2019-м зареченцы написали для конкурса «Слава Созидателям» 1159 сочинений. 17 работ прошли строгий отбор и попали в федеральный этап, где конкурсная комиссия оценивала творчество школьников со всей страны Росатом. Члены жюри выбрали два десятка лучших, в их числе и зареченец Матвей Ушаков. Диплом победителя и приз от госкорпорации «Айфон» школьнику вручили в городской администрации.